добрый день меня зовут виктория вы на канале таро от вики мы сегодня с вами посмотрим расклад на мужчину да то есть если вы мужчина вы можете погадать на себя или загадать еще какого-то другого человека мужчину недавно мы делали расклады на игральных картах такие традиционные и выходил вот предыдущие видео выходила гадание на будущее для женщин да мы там выбирали императрицу здесь естественно чтобы быть последствиями мы выберем мужчину императора то есть император будет данном раскладе карты сигнификатором и так я в данном видео буду говорить и вы как будто вы загадываете на себя вы подразумеваете либо себя либо того человека на которого вы катаете подумайте так загадываем человеке и мы будем смотреть что было что есть что будет итак мы сейчас ищем карту императора вот у нас быстро выпал карта сигнификатор почти в самом начале это говорит о том что человек занят более реалистичными бытовыми вопросами не витает в облаках рядом карта смотрите прямо все старшие арканы рядом карта верховной жрицы и карта мага я думаю что здесь несмотря на то что вы не витаете в облаках но имеете в голове очень важную мысль которую вы скрываете от других как говорится у меня есть мысли я ее думаю вот здесь вот очень похожи вот эта фраза на данные на трактовку данного триплета эта мысль которая у вас в голове сидит важно тем что с помощью нее вы можете контролировать а вот что или кого мы дальше будем смотреть по раскладу то есть у вас здесь какие-то грандиозные планы и цели то есть здесь для вас чтобы сохранить влияние или усилить его для вас важно держать в тайне ваши мысли и планы вот здесь это основное будет для вас леет мотивом данного расклада и так у нас будет карта император ваш сигнификатор по центру а дальше мы будем делать стандартную выкладку для данного расклада обращаю ваше внимание что здесь император смотрит либо так голова у него повернута влево значит с левой стороны у нас будет будущее лежать по раскладу так под сердцем самое сокровенное на сердце в голове пороге прошлое будущее то что происходит вдали и будущее будущее смотрим около двух недель итак давайте сразу полезем в подсознание покопаемся там тройка жезлов вот они эти ваши какие-то идеи планы как что-то сделать то есть как я уже сказала у вас в голове созрел родился план о том как действовать в вашей ситуации и вы для себя понимаете из первого триплета что чтобы реализовать эти планы о них надо молчать и правильно делать кстати говоря если не задумывались об этом то задумайтесь не рассказывайте никому о ваших планах особенно если они касаются каких-то действительно серьезных изменений вашей жизни что на сердце это ваше желание так башня вы знаете это желание покончить со старым и уйти в новое это желание прямо все бросить разрушить и уйти это может быть например увольнение со старой работы переход на новую работу да вот как вариант но дальше будем про складу смотреть и в принципе это желание поменять свою жизнь прямо вот с ног на голову может для кого-то даже начать с нуля и об этом вы молчите вот большое желание изменить свою жизнь и проработка в голове в мыслях о том как это сделать и здесь мне видится о том что это не просто пустые мечты этот именно я называю эту карту это вот стою на пороге и жду такси либо корабля да уже все я уже вышел собрал чемоданы жду я уже готов отправиться это это не просто желание вот мне бы хотелось а это вот уже когда человек на чемоданах сидит что в голове мысли в голове дьявол сейчас тоже немножко карту прикрою такой вот дополнительной карты информационный карта дьявола но я думаю что здесь следует дополнить конечно давайте дополним все таки связки с первым триплетом это желание подчинить я думаю подчинить условия жизни под себя наконец-то сделать так как вам хочется все таки вот уже знаете как подобрать такое более мягкое слово но более мягкое слово будет надоело да вот все надоело я хотела вот судя по карте дьявола сказать другое слово но слова надоело в данном случае будет мягкая и рыцарь мечей надоело я ухожу все давайте смотреть дальше что еще да может быть вот пока не буду больше дополнять расклад сейчас на покажет от чего ухожу вот кстати в пороге что действительно уйдет от вас и будет ли это соответствовать вашим желанием или уйдет что-то другое умеренность интересная карта кстати очень похожа ситуация на расклад на женский расклад аналогичный с императрицей там и там и здесь то что в пороге то что в ногах как говорится то что вы топчете фигура да потому что здесь находится аркан данным под вашей карты это уйдет период временного ожидания но разница в том что там была семерка пентакли это может быть не такой длительный период а вот здесь вот действительно заждались потому что это старший аркан это действительно долгое очень долгое ожидание ожидание тех изменений тех желаемых изменений да и возможно кстати говоря если по семерке пентакли по младшему аркану в силах там самого загадывающего изменить ситуацию старший аркан скорее говорит о более сильном влиянии может быть от вас независящим о том что вот не просто вы что-то не могли поделать а еще и обстоятельства были против вас но естественно в этих обстоятельствах вы ничего сделать не могли поэтому здесь вот от вас должен уйти наконец долгий период ожидания и и я думаю что все-таки перемены вашу жизнь придут причем серьезные старшие арканы прям выпадает вот дьявол в голове это вот прям знаете ожидание все просить именно даже со злостью и вот в пороге карта умеренности да то есть что уходит из вашей жизни уходит умеренности или знаете может быть еще вам надоело быть терпеливыми и вы от этого откажетесь такое тоже может быть да то есть ну я уже сказал прям слова расклада это надоело и замысла свои на осуществление своих целей вот это уже явно прослеживается итак что в прошлом давайте посмотрим что в прошлом карта смерти ну действительно действительно вот это вообще надоело у вас закончился определенный этап вашей жизни вам нужно идти к новому что даже карта смерти выпала в прошлом то есть это действительно означает что вам надо менять свою жизнь вы правильно думаете вы правильно мыслите вы правильно нацелены на то что надо что-то менять то есть как бы вы знаете я так скажу интересно вот карта смерти в прошлом карта умеренности в ногах то есть расклад показывает что вам еще раньше надо было покинуть это болото но вы не могли этого сделать из-за других обстоятельств которые вот сейчас они должны уйти то есть вы настолько уже вот видно вы уже обозлились на эту ситуацию потому что вы сами чувствуете сами поняли что давно надо было вот покинуть то что вам не нравится давно это оставить карта смерти не лежит в будущем тогда где-то то что вот наконец это конец наступит конец наступил уже давно но вы там так и сидели вот около говорится этого разбитого корыта если так образно выражаться то есть вы давно уже поняли что вашу жизнь ничего нового не приходит что вы зависли что вы завязали вот так вот очень я говорю подчеркиваем интересно что вы падение этой карты конца уже в прошлом то есть далеко в прошлом давно давно вы это поняли но никак не могли выбраться из этих обстоятельств от того она вас просто злит и раздражает то что у нас в голове так дальше вот четыре карты эта карта ближайшего будущего в районе двух недель первые две карты Это первая неделя, вторые две карты – это вторая неделя. Причем здесь первая карта – это первая половина первой недели, вторая половина первой недели, ну и так далее. Первая половина – второй недели, вторая половина – второй недели. Я надеюсь, что я вас не запутала. Ну, иначе просто загадайте период двух недель. Что здесь у нас? Так, выпадает карта справедливости, да, то есть события начнут поворачиваться в вашу сторону. все что вы выстрадали вы терпели она должна как бы как же выразиться но вы должны получить вознаграждение за ваши долгое ожидание да и наконец-то судьба должна повернуться к вам лицом да то есть вы уже слишком много времени слишком много сил потратили на это ожидание вы не бездействовали но все никак все никак не получалось и вот наконец-то должно что-то произойти что повернет обстоятельства вашу пользу паш паш мечей ну вот здесь знаете это либо человек вашем окружении либо эта модель вашего поведения но я и ту и ту ситуацию рассмотрю а вы посмотрите в будущем может быть на следующую неделю или в течение этой недели когда вы смотрите расход может быть сами убедитесь лучше будете знать кто это если это человек вашем окружении я могу сказать так что люди с тем вот она выпадает у нас на одной параллели с прошлом с карты смерти люди вашем окружении они не будут нацелены вам помогать более того и вы с ними будете построже и здесь знаете человек в данном случае паш у нас с одной стороны он вроде держит меч на страже на готове отразить любой удар но тем не менее он прикрывается щитом это у нас опять второй раз подчеркивает расшифровку первого триплета о том что держите свои намерения мысли в тайне будьте попрохладнее да то есть ни с кем не делитесь ни с кем не общайтесь потому что люди они опять же я подчеркивает люди из вашего прошлого потому что на параллели с позиции прошлого находится карта то есть это люди из прошлого они вам не помогут а то и навредят поэтому вы от них вот этим щитом защищаетесь да и держите меч на готове то есть как бы они себя не вели но знаете что они вам добра не желают если это модель вашего поведения ну я уже уже тоже сказала да что и вы от людей добра и тепла не ждите и сами вот сейчас не не растрачивайте себя на какие-то лишние улыбки лишние вот эти вот приветствия потому что судьба всему эти люди из прошлого они себя уже показали поэтому даже если что-то тут пойдет начнет события они начнут разворачиваться вашу пользу не спешите ни с кем делиться у вас вот тенденция всего расклада это ожидание перемен вернее окончание этого ожидания до наступление перемен и молчание хранить все в тайне вот для вас ждите перемен и храните их в тайне наконец-то вы из этого болота будете выходить не ждите что у вас люди поддержки по крайней мере я говорю про людей из прошлого может быть там сейчас в будущем что-то покажут других людей фигурной картой посмотрим как дальше будут события развиваться но по крайней мере на людей из прошлого не надейтесь это может быть нынешние коллеги мнимые друзья скажем так да давайте смотреть дальше вторую неделю предстоит борьба сейчас дополню с чем связано но она может конечно вас вымотать вот вторая неделя здесь просклад довольно тяжелая давайте посмотрим с чем это будет связано то есть легко из этой ситуации своей вы не выйдете легко не придется да это не манна небесная то есть здесь уже сразу могу сказать то что события повернутся вашу пользу и жизнь повернется к вам лицом это не означает что вам достанется все просто так все равно придется побороться давайте причем борьба будет выматывающая неделя тяжелая вообще будет тяжелая устанете вы давайте посмотрим поподробнее вот эти вот мечи пятерку мечей покажу поближе вам какие карты были на вторую неделю сложные давайте посмотрим что здесь королева мечей так но это борьба с королева мечей на вторую неделю вот это вот фигурная карта это смотрите я думаю также это ваш коллега конкурент до либо смотрите свою ситуацию с кем вы что-то не поделили кто на вас негативно влияет кто на вас зуб точит скорее всего это открытый враг открытый недоброжелатель то есть это человек с которым ну которого вы знаете это женщина до первую очередь королева мечей корос королева мечей вам предстоит борьба причем пятерка мечей это все-таки победа какая бы она ни была но как я уже говорю победа первого в раскладе на женщину на императрицу предыдущем видео также выпадал данная карта видно все-таки такой сложный период и не у вас одних вообще у всех наверное будет то есть эта победа победа любой ценой рада вы ей не будете этой победе потому что она вам достанется тяжело но тем не менее этот человек которого вы обойдете кстати говоря ну если она лежит в карту умеренности возможно она вам действительно вставляла палки в колеса и препятствовала исполнению вашей мечты раньше от чего вы вот обозлились зависли как бы вот в этом месте вот эта конкуренция борьба и выход победителем из данной ситуации для вас будет действительно тяжелым и изматывающим но это действительно то событие несмотря на вот непростой вот этот процесс она действительно смотрите мы возвращаемся с к первым триплет она действительно приведет к тому что вы сможете свою жизнь контролировать и действительно сможете уже распоряжаться в общем самим собой так как оно и должно было потому что здесь вот прослеживается влияние других людей которые вас тормозили и вам препятствовали но вот плюс неделю я уже сказала будет прямо видно тяжелой но вы этого человека эту женщину обойдете вы сможете и наконец-то победить то есть все ее время иссякла умеренность вот она нас пороге ее время ушло вот здесь так подходит ее время ушло ваши вашему болоту время ушло ее время ушло человеку который вам препятствовал и вот это вот победа узнать вот действительно может быть его вот общение с ней на второй неделе такой изматывающий что просто вот можете иметь желание просто полежать и отдохнуть действительно как вот здесь на карте изображен человек лежащий именно может можете быть морально измотанными да может что-то она говорить колкая ваш адрес такого плана но ваш плюс в том что вы выйдете на вот на эту карту мага которые которые вы стремитесь на изначально первом триплете да когда мы искали вашу карту сигнификатор это те тайные мысли о том как контролировать свою жизнь и вы на это выйдете и так у нас остался остался одна позиция один арка это то что происходит вдали от вас то чего вы не знаете но то что влияет на вашу жизнь и на данное обстоятельство семерка мечей обман вот смотрите не дать не взять вот он валет мечей вот она королева мечей от кого может идти обману конечно от этих людей они за спиной у вас затевают какие-то интриги они строят свои планы сейчас вы о них не знаете они у вас за спиной переговариваются шушукаются что-то там против вас затевают очень мне видится что это расклад больше рабочий до работу про коллег но конечно это может касаться любой ситуации в каком какой вы находитесь этом быть и соседи может быть знаете как распространена ситуация кто-то там делит забор на земельных участках или что-то такое но это объединение группы людей против вас у вас за спиной и все-таки это знаете открытые враги они могут вам в лицо может быть неприятных вещей не говорить но по их действиям по их поступкам вы уже поняли что у них свой лагерь у них своя компания скажем так и вот сейчас они могут как-то объединяться против вас то есть вдали от вас сейчас против вас замышляется обман поэтому имейте ввиду и скорее всего тот обман который они замышляют он уже может выйти на поверхность вот в течение ближайших двух недель но так как вы здесь победу одержите это говорит о том что вы их раскусите либо они сами себя выдадут просто просто когда-то было их время но сейчас она уходит поэтому наступит ваше время сложный расклад действительно сложный но мне очень понравилось что у нас ситуация зациклена не в том плане что болото зацикливается нет а в том плане что с чего вы начали с ваших желаний быть магом своей судьбы и контролировать у нас жизненные обстоятельства вот на то мы и вышли на ту карту мы вышли то есть от чего вы отталкиваетесь вы правильно мыслите вы правильно держите все в тайне и с помощью этих своих действий своего плана вы добьетесь своих целей того чего хотите невзирая на сложную ситуацию вокруг вас и я конечно же затем хочется сказать вот вы здесь злитесь справедливо на очень много мечей в раскладе вы сами видите вот давайте посчитаем 1 2 3 4 5 6 6 мечевых карт и еще много мечей на старших арканах вот маг у нас справедливость у нас тоже с мечом ну то есть все в мечах это вот борьба действительно борьба но все таки вы выйдете из нее победителем чего я вам и желаю спасибо вам за просмотр ставьте лайк если вам видео понравилось делитесь видео с другими людьми если вы знаете что у них похожая ситуация чтобы может быть они что-то полезно для себя почерпнули приглашаю также вас подписаться на мой дзен канал телеграм-канал ссылки на них в описании под данным видео а также в описании канала всем спасибо за просмотр всем до свидания